итак всем привет с вами канал правильный бодибилдинг и паско александр сегодняшнее видео будет на избитую за последние дни тему по поводу прошедшего на днях турнира мистер олимпия 2021 и в частности разговор пойдет об открытой категории и называется сегодняшнее видео следующий образом что не так с бодибилдингом и мистер олимпия 2021 причем здесь фармакология в общем то это видео будет в некоторой степени небольшим обзором хотя кто стал чемпионом кто в какой форме подошел к турниру на предварительное судейство кто в какой форме вышел кто в какой форме вышел на финалы уже все в принципе без меня прекрасно знают все топовые не топовые блогеры начиная еще не успел закончиться день финала уже по выпускали свои обзоры то есть повторно вот это все обсасывать я не вижу смысла не интересно это на днях я выложил пост в instagram по поводу олимпии а точнее это я сделал воскресенье как раз по итогам финалов которым я однозначно высказался по поводу того что это олимпия мягко говоря было не очень по уровню как в принципе предыдущие олимпии и нам пришлось лицезреть скажем так в какой-то степени лучших из худших я не говорю о мышечных объемах я говорю об общих кондициях и вообще о том как воспринимается вот это вот мясо которое мы сейчас видим на сцене вот в плане эстетики и даже не эстетики а вообще в общем и в принципе то эту тему уже давным-давно обсасывали и не раз и по поводу животов хотя с животами уже как-то полегче стало да но общие кондиции атлетов они далеки от совершенства тем более что такое совершенство мы в какой-то степени уже видели и видели не раз но было это к сожалению уже давненько 20 лет назад грубо говоря с уходом роде коллмана ушла эпоха реального качества возможно еще в это эту эпоху нес собой фил хит но я в то время за ним особо не следил когда он выступал меня в тот момент волновали другие вопросы но исходя из тех материалов которые виделся все с филом хитом могу сказать что да в какой-то степени он еще немножко протащил ту эпоху хотя многие его называют генетическим уникумом но если так посудить то таких генетических уникумов 90-х было намного больше то есть фил хит по сути был в какой-то степени на тот момент когда он был одним из оставшихся до скажем так хороших генетические не только генетические атлетов до него с этими кондициями выступал особенно последние годы джей котлер который при в начале конкуренции с роник олманом никак не мог нащупать вот свою вот эту ниточку по поводу подготовки к чемпионатам и все время был нестабильным в плане кто подводки видео слива воды то по глубине и все остальное но последние годы когда он выступал он мог легко дать фуру мягко говоря тем кто выступает сейчас и грубо говоря преемником джая котлера в этом плане был в какой-то степени фил хит хотя и не был таким монструозным хотя многие посчитают иначе но все-таки фил хит уже был скажем так как на исходе этой эпохи кто-то может считать что эпоха качества и глубины закончилась на победе на олимпии шона роддена но шон родден уже выпадает из той обоймы из того уровня который был до него то есть по сути шона роддена выбирали или наверное будет правдивее сказать именно выбирали да в том качестве как человека который запустит переход от монструозной массы к там допустим к больше качеству и пропорция но что-то пошло не так и шон родден на самом деле на момент своего выступления тоже не был образцом пропорции глубины и качества да он был лучшим на тот момент из тех кто был на сцене меня могут начать обвинять в том что вот все вы старые пердуны рассуждаете вот раньше были времена да вот раньше были люди а сейчас как бы все как-то не то но есть объективные вещи хотя бы тот же гугл да я вот посмотрел итога итоговое видео там куча же вирусилась видосов и фоток с финалов открытой категории олимпии 2021 вот я посмотрел это все мне как-то это все стало немножко как бы мягко говоря резать глаз потому что она ноги у всех залитые отекшие даже я бы сказал с прессом почти у всех проблемы очерченности нормальной пресса нету толщины нормальной пресса тоже нету это очень хорошо особенно просматриваться в позе двойной бизнес спереди например когда пресс растягивается от него ничего не остается толщины спины особенно в нижней части у многих сейчас то уступать на олимпии просто нету икроножные у всех тоже какие-то ну мягко говоря несравнимы с теми которые были в 90-х и и вот можно много перечислять но самое главное главное чего сейчас нет это реальной сепарации глубины то есть когда мышцы четко отделяются друг от друга да и мы четко можем видеть границы между разными мышечными группами соседними расположенными по соседству причем эти границы достаточно могут быть глубокими да но сейчас этого нет ни у кого особенно это отражается реально на мышцах ног ну и на спине спина у всех все кто вот все кадры позирования со спиной со спины спина у всех залито эталоном качества в этот раз это только спереди был по моему ходе чупан но когда ходе павел поворачивался спиной было четко видно залитость спины бег раме был на этой олимпии хуже чем на олимпию 2020 году однозначно хуже ну а про остальных как бы и то вспомнить нечего там все без изменений и сейчас я просто хочу сделать небольшой экскурс в историю виде фотографий которая по находил в гугле они в основном касаются конца восьмидесятых 90-х годов там начала двухтысячных я не буду сначала делать прямое сравнение атлетов то тех по той эпохи да и нынешней то есть я сначала пройдусь какое-то время по фотографиям именно то именно той эпохи конца восьмидесятых девяностых и начала двухтысячных почему я так сделаю я сделаю так для того чтобы глаз и мозг привыкли к тем критериям и тем стандартам которые мы там увидим то есть грубо говоря если мы поставим нынешних атлетов и атлетов прошлого вместе сейчас на одном экране то мозг будет все равно стремиться какому-то усреднению да то есть хотим мы этого или нет но разница не будет так видно разница будет видно тогда когда мы реально увлечемся вот фотографиями предыдущих лет особенно в атлетов из девяностых топов да и вот настроимся да вот наша нервная система наше зрение вот вообще критерий внутренней настроиться на те мышцы и на то качество да и после этого мы переключимся на то что есть сейчас и впоследь потом еще сравним да вот уже вот в лобовую рядом и вот там я думаю что вы офигеете точно также как офигел я когда так сделал и в конце видео я расскажу о причине почему сейчас атлеты выглядят так и они не могут выглядеть по определению так как выглядели там 20 лет назад и связана эта причина в первую очередь с фармакологии да и с дозировками и с временем начала приема этой фармакологии начнем издалека и вот посмотрим на фотографию самира бану и берти лафокса я прошу обратить внимание просто на саму мышечную конституцию да и на форму самих мышц в первую очередь не геометрически она то как они выглядят то есть они плотные и более-менее очерченные и качество обоих более менее ровная но это скажем так очень далеко это еще 80 если я не ошибаюсь сейчас берти лафокса откроем отдельно вот но что мне нравится здесь вот в этих скажем так кондициях это плотность мышц их налитость вот они живые они реально эти мышцы живые здесь они живые да по массе ребята сейчас очень сильно эти проигрываю там тем ребятам которые есть сегодня да но на это можно смотреть поехали дальше вот опять бертил фокс вот плотности и вот обратите внимание на пресс на толщину мышц пресса прямых мышц живота поехали дальше вникаем потихоньку ну самир бану здесь явно не в пиковой форме да скажем так уже немножко задернут водичкой поехали дальше вот мы перескакиваем в 90 и кто бы что не говорил что вот фотографии раньше раньше лучшего качества были а сейчас ты там нам будешь сравнивать плохое качество или скриншоты там 2021 года и их фотографии хорошего качества там 90-х годов ну как бы не так мягко говоря все вот просто смотрим да вот на вот эту сепарацию мышечную где хорошо видно как дельта отличая от отделяется от трицепса да вот у дориана ядца очень хорошо это видно на очерченность пресса особенно в боковых позах да как ушел на рей отделяется квадрицепс но поедем дальше есть другие фотографии шон рей конечно это эталон вообще но опять же смотрим да на налитость на сепарацию на вот тот же пресс на вот как все сбалансировано и мышцы живые они плотные круглые и живые даже кевин левроний который тогда был уже монстром массы считался да тоже выглядит очень хорошо она все как настоящие в какой-то степени вот шон рейд немножко другого в другом ракурсе едем дальше flex wheeler и вот тут стоит обратить внимание на ноги это не топовая форма flex wheeler а топовая форма на сцене все что не на сцене это уже не топовая и вот смотрим ноги до глубина чувак не позирует сейчас на сцене но глубина ног как отделяются пучки квадрицепс друг от друга и это еще не предел едем дальше лила брада едем дальше шон рей еще не в топовой форме не в топовой массе и вот смотрим это девяносто четвертый год леврони дориан яд шон рей стойка расслабленная и у леврони я цена действительно расслаблено это видно по ногам и ток шон рей там что-то еще из ног напряг и пресс напряг да но уже порою видна глубина в ногах откроем другую фотку здесь вот уже видно хорошо вы мне просто скажите из нынешних атлетов у кого можно увидеть портняжную мышцу вот вытянутую до полностью по всей длине или как уж он рей а вот видно сухожилие крепления с портняжной до которой как куриная лапка там и пресс и опять же очерченность каждой мышцы но теперь посмотрим тут пол дилит шон рей дориан яд пресс дилита пресс рей а портняжка я ца икроножные я ца икроножные отделе то ушон рей икроножные тоже были очень очень немаленькие сейчас вот на этой фотке будет видно хорошо вот икры шон рей а вот икры я ца от икры леврона смотрите какая сепарация да как мышечные группы друг от друга отделяются вот еще фоточка портняжная как приклеенная на на бедро пресс у всех опять шон рей дориан я ци наса рель сам батти качество фотки такое себе но даже здесь видно глубина в ногах у сам батит сумасшедшая дикая глубина и пресс двойной бицец спереди а пресс смотрите кубы какие да у я ца глубина в ногах какая толщина пресса тоже не слабая хотя это уже по моему уже не лучшие годы дориана я ца и раньше в 90-х когда еще только до в 90-х тренировался там в своем родном городе когда я видел фотки пола дилита и насара ли эль сан бати но дилит был страшнее да где мне реально был ужас потому что они мне казались реальными уродами так вот если сравнивать сейчас до нынешних топа в олимпии и взять пола дилита того то пол дилит это просто вот эталон баланса и пропорций на сегодняшний день и сепарации и глубины тем более таким эталоном на сейчас может быть нас аль сан бати до которые те годы мне казался просто капец каким брюхатым чуваком сейчас я понимаю что он реально классно выглядел по сравнению с тем что мы видим сейчас опять шонрей это одна из лучших его наверное форм на 94 год просто ну просто капец ногах глубина просто дикая один из моих любимых атлетов того времени крис кормье он постоянно вот вечно а то олимпия хара у него хорошие качества плохой той стабильности у него не было смотрим на ноги до смотрим на глубину на то как портняшка вылазит смотрим на то как мышцы друг от друга отделяются то есть ну это шну вот трицепс вот бархиалис да вот бицепс и плотность плотность еще одно сравнение пресс да то есть у кого лучше пресс ну хрен его знает и они живые мышцы как живые вот реально но это кормье на подготовке на вот фоточка интересная о ронни колмен флекс уиллер крис кормье просто вот вот ну вот реально вот еще раз кормье который вечно блин тот то одно у него не досушено это другое но при этом при всем он охрененно выглядел вот тут видно да как ягодичная залито и задняя поверхность бедра колмен флекс уиллер смотрите на ноги ноги как пресс отделяется от межреберных и от косой мышцы в кормье как отделяется пресс от косой ну леврон тут на вдохе смотрим на роне ну роне понятно да смотрим на ноги шона рэя смотрите на плечо переход от дельты к руке вот смотрите от дельтовидной мышцы вот дельта заканчивается трицепс бицепс да сейчас такого почти не увидишь партняшка просто капец левроне у которого ноги были не лучше его мышечной группой мог в той форме будучи конкурировать с нынешними по ногам крис кормье справа до номер 15 левроне то о чем я только что говорил что с ногами у него не лучшая история была периодически да но кормье смотрите глубина какая просто туши свет блин что это у нас тут кормье опять опять партняшная очерченность пресса ронни колмен ронни тут где-то напрячься еще нормально не успел и это блин девяностые а что это у нас за фоточка здесь пол делит вот номер 9 если не ошибаюсь да и нас рельсанбати они вместе стоят и вот смотрите раньше вот эти два типа мне казались просто монстрами которые ну у меня реально я смотрел на них как на чудовища но любой из них сейчас мог легко выиграть любой кормье ронни это мы уже видели это уже видели крис кормье опять вот со спины сейчас такого вида со спины особенно если говорить о спине нет ни у кого кормье флекс уиллер ронни колмен если не брать массу спины ронни колмана то по глубине и качеству реальная жесткая заруба вот еще откроем у кого сейчас нижнего такая спина есть снизу кормье колмен и даже у флекса тут что-то просматривается вот еще флекс справа ироне слева низ спины широчайших вот еще шонрей и флекс уиллер у кого сейчас такое есть двойной бицеп сзади это кто у нас здесь санбати и шонрей среди на глубину спины ёперный театр это кто это дориан яц и шонрей смотрим ну блин ну как тут решить час спина лучше урея конечно вообще капец сепарация форма мышц просто идеальная вот дориан у кого сейчас есть такие широчайшие вот как здесь вот они все специально ломаются пополам сейчас для того чтобы было незаметно что не за широчайших практически нет икроножные смотрим какие огроменные колотухи вот фотка смотрите шонрей меньше дориана яца был килограмм на 30 наверное но смотрим на икры и на общий баланс и на глубину в ногах опять же что это у нас тут за фоточка но тут декстер джексон затесался смотрим да как уже в тех года декстер джексон даже с флексом уиллером рядом стоял и как он какой малыш до по сравнению с этими двумя хотя самым большим тогда был якобы роник олман вот еще флекс со своей глубиной ну и поразительной формой мышцы до ироник олман ноги еще раз флекс еще раз роне еще раз роне еще раз роне еще раз флекс это уже там были прямые сравнения у них опять крис кормье нас рельсенбате еще не в самой своей был большой массе скажем так кормье роник олман кевин левроне пресс 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 партняшка партняшка ну тут у кормления заладилось что-то но медиальная латеральная прямая очень глубоко дориан ядз икры смотрите какие дай партняшка приклеенная ну просто капец вот со спины это мы уже видели дориан ядз и это не топовая форма залитый вот три спины ядз рэй это я не помню кто вот еще раз дориан шон рэй между ними в массе была пропасть но как их отлину как выбрать лучшего левроне и санбате или хэнни вот здесь дориан ядз смотрим на ноги лила брада пол дилит кевин левроне но вы легко можете определить кто должен быть первым я нет вот опять пол дилит дориан ядз вот реально пол дилит в той форме в которой он выступал тогда когда хотя он считался недосушенным вот он реально сейчас бы порвал всех левроне ядз рэй дилит дориан рэй это мы видели фотографию опять пол дилит и дориан ядз вот тут еще есть пол дилит и мол марку маркус ру ну то есть пол дилит и наса рельсан бати пол дилит и мило шарчев ноги глубина пресс дориан ядз флекс уиллер ноги глубину глубина глубина в ногах он партняшка аж вырывается пресс отрисовка мышцы ну вот тут жесткость вообще капец флекс уиллер шон рэй а это сам очень старая фоточка до рэй уиллер лила брада вот спина флекса уиллера девяносто третий год спина дориана ядзо пол дилит крис кормье пол дилит он мне тогда касался очень страшным ну просто капец но я ж не знал тогда к чему мы сейчас придем ноги голени блин прямое сравнение с анбатами сепарация рук от дельт да как отделяются пресс очерченность какая и пол дилит тогда был чуть ли не единственным у кого такое проблема вот такая беда с венами было на верхней части тела сейчас этого многих и дальше в конце я расскажу почему то так происходит пол дилит очень жесткий очень плотный ноги партняшка болен дилит рейлевроне flex до глубина в ногах ну капец просто flex wheeler вот flex wheeler реально на пляжной фотке вот это с уже раздутым лицом залитый водой вот сейчас он здесь вот на пляже вот 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 реально вот это вот фотка по качеству соответствует ноты в качество flex здесь на этой фотографии на пляже соответствует тому качеству который сейчас на олимпе выставляют наш капец вот здесь flex уже жесткий ноги смотрим у всех глубина в ногах просто колоссальная левроне тут средним сектором пролетал до рейп чтобы не пролетать вакуум сделал хотя мог и просто напрячь да но смотрите грудные мышцы ни у кого не растягиваются так чтобы стать плоскими они у всех более-менее еще свисают под собственным весом особенно в район видно дориан яц рей flex чудавние фотографии очень наса рельсан бати ронни flex олимпия 98 года и лабрадо мое мнение по нынешним кондициям его сын очень проигрывает ну вот он лабрадо младший уже такой переход до лабрадо старший ну как-то мягко говоря не то пальто формы мышц нет просто куски мяса вот на пике формы лила брата ну вот сравнение да такое интересное на превьюшки к видео у спортфазы вот реально разница в самой струк мышечной структуре в самой композиции каждой мышцы колоссальнейшая разница просто огромная здесь насколько гармонично это все смотрится да как мышцы выражены вот реально бицепс трицепс до широчайшие вылазят зубчатыми грудные пресс и чертинг глубина в ногах и у его сына понятно что это только начало карьеры все остальное но уже уже пролет хотя масса у лабрадо младшего не не меньше чем было у старшего той больше сейчас но уже по талии по животу живот вообще плоский пресса нет растянутой вот опять 98 год леврони на пике своей массы до ироник олман трицепс брахиалис бицепс дельта роне вообще тут нечего говорить на 5 ноги смотрим кормье роне леврони кто-то говорил что раньше к фотке качестве не были ну да конечно снова кормье роне леврони ничего кивина леврони еще вот его спина вот соревнования с дуриным ядсом вот я вот возьму вот эту фотографию да блин не хочет виде ссылки показывают фотку или эту фотографию и вот сейчас откроем нынешних чемпионов трое наса эльсон бати ронни кольман и флекс уиллер можно сделать эту фотку и теперь эту я уверен что сейчас качество снимка фотографии выше чем вот это то есть глубина и сепарация просто дикие были вот уже сейчас сейчас я поставлю рядом ну вот попробуем оценить 98 год ноги смотрим да и год нынешний 2021 возьмем даже одну пульту и ту же позу и просто сравним на сегодняшний день это два топовых атлета до на олимпии биг раме и кари они реально не могли бы даже соревноваться с нассором эльсон бати я уже не говорю про флексу уиллера и ронни коллмана но это пропасть по плотности по глубине по качеству если мы присмотримся к их ногам сбоку это еще не так видно вот спереди у них у всех на этой олимпии были ноги просто отекшие спины у всех были отекшие с прессом смотрите что происходит сейчас тут немножко в ту же позу сравниваем до широчайшие спереди да ну нафиг блин ноги смотрим там и здесь пресс средний сектор смотрим 98 2021 но это жесть это просто жесть и вы знаете я знаю в чем причина ну и голени смотрите какие сейчас невыразительные у всех это два топовых ноги на вылет просто пролетают вот здесь сравниваем да какая глубина сепарация 98 год и какая сейчас здесь плотные жесткие мышцы отчерченные хорошо отделяются друг от друга и здесь их пойми где плечо начинается где бицепс начинается просто рыхлое все какое-то да вроде и сухие по верху но какие-то рыхлые особенно ноги доходе чопан в этот раз был сухой спереди а сзади и вот что я хочу сказать в чем причина вообще вот такого катастрофического положения дел если мы говорим о форме об общей об общих кондициях и сепарация качестве все очень просто гормон роста в 90-х в конце 90-х начале двухтысячных тоже гормон роста использовали уже о да но во первых вопрос дозировок во вторых длительность применения гормона роста в 90-х было намного у атлетов намного меньше да если брать общий стаж применения гормона роста до в тренировочной практике у каждого из них чем у атлетов которые есть на сейчас гормон роста вообще с многими играют такую злую шутку шутку то есть многие думают что он помогает засушиться но засушиться это комплексное понятие так помимо сжигания жира еще нужно как бы слить воду если мы говорим о подготовке к чемпионатам так вот гормон роста помогает сжигать жир но не помогает сливать воду наоборот ее задерживает особенно если гормон роста реально применяется в мега дозировках таких как применяются гормон роста на сейчас и это никак не реакция антител каких-то и не отек связанные с реакцией иммунной системой на гормон роста который вводится извне нет сама функция гормона роста подразумевает то что он задерживает воду и это блин нормально и поэтому по нормальному до гормон роста при подготовке чемпионату то у кого за две недели у кого за месяц должен отменяться иначе нормально слить воду до луковой кожи на жопе не получится потому что гормон роста предназначен если мы говорим о подготовке бодибилдинге для сжигания жира да и как очень хороший антикатаболик но для слива воды он не годится он в любом случае будет держать подкожную водичку почитайте о свойствах гормона роста и все станет понятно мало того длительность применения гормона роста сама по себе еще и дозировки которые сейчас применяются они так или иначе накладывают отпечаток на ту конституцию мышечную которую мы получаем у атлетов то есть если раньше там тот же дориан яд не зря говорил о том что вот я гормон роста применял там один-два раза и он в принципе не лукавит просто потому что выступал в то время как только входило в беход от массового использования гормона роста а сейчас гормоном роста пользуются уже наверное даже начиная просто качаться еще не даже не думая выступать на чемпионатах и вот этот длиннющий общий стаж приема роста гормона роста атлетам особенно если он выходит уже потом на проф уровень до накладывают этот отпечаток на вообще на общую структуру каждой мышцы то есть она становится в бесформенной плюс сам тренинг стал уже слишком объемным да но при этом скажем так менее интенсивным и соответственно плотности нормальной мышц нет ни у кого практически до за редким исключением если мы возьмем там того же сына серджио оливы то он пока еще как бы выглядит хорошо хотя отцу по особенно по верху тела да он в нынешних кондициях до проигрывает так папа выступал с арнольдом семидесятых и по пропорциям проигрывает по массе грудных проигрывает папа по размерам рук проигрывает по размеру талии выигрывает талия шире чем у папы и опять же тоже проблема с пресса гормон роста который применяется в тех дозировках которых он сейчас применяется еще и длительное время вызывают вот эти вот изменения в структуре каждой мышцы в структуре волокон внешние и получается что мышцы приобретают вот эту бесформенную струк вот эту бесформенную какую-то становится какой-то бесформенной массы да и начинает сливаться друг с другом еще и добавьте сюда еще дополнительное количество жидкости которая держится гормоном роста вот и получается что отсутствует глубина и отсутствует сепарация но при этом есть огромные объемы которые просто куски мяса не отделимая друг от друга ну и естественно особенно это касается ног потому что рано или поздно отечность в ногах начинает доминировать ну а наличие икроножных мышц в 90-х практически у всех да и практически отсутствие у всех сейчас икроножных это уже показатель скажем так какой-то степени пахоты на тренировках потому что реально икры можно сделать только реально выкладываясь на сто процентов именно и нет и не только с икрами еще и с остальными мышцами но с икрами в первую очередь потому что там мышечная группа которая в принципе показывает насколько человек паш на тренировках и насколько ему действительно важно иметь сбалансированное телосложение да я не показал там многих атлетов из 90-х начала двухтысячных как бы но я думаю что достаточно этого кого показал иначе можно до утра тут сидеть это видео снимать почему гормон роста за счет какого механизма держит воду читаем гороспособен вызывать реакцию реабсорцию натрия непосредственно увеличивая активность натриевых насосов в канальцах почек и опосредованно через активацию ренин ангиотензивной системы прямое влияние оказываемой гер на почку может лежать в основе антина антинатрии уретического действия гер наблюдаемого у больных с двусторонней адренал эктомии и у экспериментальных животных подтверждением этого явились результаты обследования больных с акромегалии указывающие на то что гер может действовать на за счет повышения активности натриевых каналов в канальцах почек острая активация ренин ангиотензивной системы была выявлена у шести здоровых добровольцев которым в течение пяти дней подкожно водили гер в доле две десятых единицы на килограмм в сутки но грубо говоря это получается и 100 килограммовый атлет то это получается 20 единиц количество экстректируемая натрия в суточной моче значительно снижалась то есть гормон роста задерживает натрий в организме начинает задерживаться вода по поводу смертей которая сейчас бодибилдинге все больше и больше проявляются мега этот гормон роста классная штука физиологических дозировках да там на уровне от 1 до 3 единиц в день это для лечения той же или для поддержания сердца в условиях хронической сердечной недостаточности для поддержания сосуда в условиях того же атеросклероза то есть физиологических дозировках она показывает пользу и благо для сердечно-сосудистой системы но при недостатке гормона роста до допустим или при его избытке которые применяют сейчас спорте совершенно другая история причем одинаковая да как при недостатке так и при избытке дикая деградация сердечной мышцы при избытке дик дикий прирост марса стенки мышц сердечной мышцы да и деградация сосудов поэтому раньше очень сложно было видеть атлетов вот возьмем 80 90 годы сложно было найти атлетов кроме там того же пола деле тогда у которых был такой варикоз прямо по по плечевому поясу а сейчас это сплошь и рядом это реальная деградация сосудистая из-за дозировок гормона роста потому что избыточные дозировки гормона роста мало того что меняют вообще саму мышечную конституцию да и конституцию этих волокон так еще оказывает влияние на сами сосуды и на и на капилляры и при избыточных дозировках сосуды и капилляры утрачивают способность сопротивляться давлению и очень сильно это сказывается в первую очередь именно на венозных сосудах и капиллярах которые просто они под кожей находится их становится видно как на как их растягивать как старые трусы просто потому что у них появляется вот это вот заторможенность в реакции а давление растет из-за гормона роста точно также особенно из-за избыточных дозировок опять же из-за задержки воды из-за изменения состава и свойств крови и у многих вены просто не выдерживают потому что вены это пассивная штука да они как бы как они получают кровь за счет давления которое переходит из клеток и из пампящихся мышц да допустим они за счет того что сердце нам что-то проталкивает еще про побочные эффекты гормона роста для многих может быть будет новостью до сегодняшнее видео при использовании гормона роста в адекватных терапевтических дозах наиболее частыми побочными эффектами являются боли в суставах и мышцах различные типы отеков из-за задержки жидкости отек может привести к повышению внутричерепного давления или отеку глазного дна также он может привести к развитию синдрома запястного канала ну туннельный синдром острая передозировка может привести вначале к развитию гипогликемии впоследствии даже привести к развитию комы в дальнейшем последствии терапии может быть гипергликемия длительная терапия может приводить к повышению кровяного давления дегенерации сердечные мышцы ну сахарному диабету акромегалит понятно огрубение утолщению кожи это огрубение утолщение происходит не только с кожей с сосудами и капиллярами кровеносно-сосудистой системы а мышцы и мышечные волокна и структура каждой мышцы становятся избыточным рыхлой и вот когда я выложил свой пост в инстаграм мой друг там написал коммент и он написал что они сейчас вот такие вот бесформенные все друг на друга похоже как надутые шары просто потому что большинство топовых атлетов которые сейчас выступают на олимпе они так или иначе имеют отношение к вот этой кувейской команде кувейская команда отличается тем что они там фаршируются очень неплохо да и избегают даже там близкого к силовому тренинга я не говорю там работать по 356 повторений но в кувейской школе отдается предпочтение высоким дозировка фармакологии плюс высоко объемному тренингу то есть приобретается вот это вот надутость вот это вот рыхлость до плотности нет просто потому что когда вы идете хоть немножко в силовом русле когда вы хоть иногда делаете хорошие силовые тренировки я тут совсем не противоречу своему предыдущему видео о гликолитических волокнах и инсулине да то силовые тренировки классические они обтягивают тело они прижимают мышцы костям за счет этого появляется плотности хорошо натягиваются волокна и начинают давить друг на друга очень хорошо исчезает рыхлость наоборот жесткость появляется плотность и каменность до которой сейчас абсолютно нет а в погоне за объемами сейчас избыточными дозировками и гормона роста в частности получается наоборот вот этот объемный тренинг он делает их раз было размазанными такими расплывчатыми такое ощущение что это мясо ну разваливается вот так вот просто держится как-то кожей ну избыточные дозировки гормона роста держит воду поэтому залитые все и количество смертей которая сейчас пошло по бодибилдингу по фитнесу вообще она как раз и связано именно с воздействием гормона роста на сердечно-сосудистую систему и очень часто причиной смерти или прямо или косвенно но опять же становятся изменения в сердечно-сосудистой системе из-за избыточных длительных дозировок гормона роста и те же при трены которыми там как по которым там в меня вот в меня дашь из-за них умирают и все остальное они уже просто выбивают последнюю табуретку да просто из-под атлетов какой-то момент и до тех пор пока они изменятся критерии судейства когда они начнут опять оценивать глубину в первую очередь глубину и сепарацию да вот вместе с пропорциями ничего не поменяется в принципе вы даже в открытой категории мне кажется уже пора вводить вот этот критерий который говорит об до росте соотношение роста и массы потому что это заставит ужиматься немножко думать да как бы при подготовке больше как сделать хорошую плотности и как сделать вот качество потому что ну иначе мы вот идем к тому что вот открытая категория она она совсем фриковой становится и поэтому не до большую и большую популярность при приобретают сейчас классики просто потому что они еще похожи на людей хотя они многие тоже там уже такие рыхлые хотя просто по объемам до открытой категории не дотягивают на многие из них тоже уже рыхлые и с деформированными реальными мышечными брюшками которые все больше и больше становятся уродливыми ну вот как то так но у меня на сегодня все в общем можете кидаться какашками можете соглашаться можете нет но вот у меня на сегодня вот такое мнение и вот причина на мой взгляд однозначно тупо перед доз отсутствие реально даже эпизодическая вот силовой работы и доминирование объемной работы на тренировках на фоне избытка фармакологии да и вот этот приводит к тому к чему провелось сейчас подписывайтесь на канал делитесь этим видео ставьте лайки заходите в гости инстаграм заходите в гости к нам на форум подписывайтесь на мои тренировочные курсы курсы тренировок можно найти на нашем сайте в разделе онлайн курсы здесь полный список с описанием переформатирование к нему онлайн поддержка нет не дается уже там уже огромная база знаний в самом разделе соответственно можно заходить читать и тренироваться переформатирование 2.0 наш флагманский курс для развития нейромышечных связей наращивание мышечной массы после него стоит пройти рывок потом трансформацию для тех кто хочет накачать голень есть курс как накачать голень который вмещает себя достаточно фишек и уникальных рекомендаций для того чтобы гарантированно могли увеличить объемы икроножных мышц для девочек у нас есть курс тренировок стройняшка для того чтобы можно было даже в домашних условиях худеть и быть изящными и менять свою фигуру вот и для тех у кого нет возможности ходить тренажерный зал кто-то в отпуск уехал или просто живет где-то в лесу у нас есть курс тренировок домашняя качалка он рассчитан тренировки по александру за су то есть в изометрии плюс подручные там какие-то пара гантели пара эспандеров вот так что подписывайтесь на курсы тренируйтесь вместе с нами и у нас тут недавнем времени появился семинар нейромышечная система полное название его звучит следующим образом нейромышечная система нейромышечные связи нейромышечные контроли основы их функционирования этот семинар я проводил в нескольких фитнес-клубах киева пару лет назад его тема процентов на 80 пересекается сто с тем что я рассказывал на смирнов практикум осенью 2019 года в москве семинар о том что такое нейромышечные связи как их нарабатывать в семинаре дал определенную эксклюзивную информацию о том что из себя представляет на самом деле нервная система с мышечной системой в связке как этим можно управлять как это влияет на мышечную работу и на прогресс в тренировках как в силовых видах спорта так и в других видах спорта в принципе и в бодибилдинге в частности на данный момент на семинар скидочка есть 40 процентов до 31 декабря она будет действовать на и он стоит 1200 рублей принципе доступ к семинару по тем же правилам как и все остальные курсы семинар будет полезен как тем только кто только начинает тренироваться для того чтобы постичь азы формирования нейромышечных связей и соответственно улучшение работы мышечной структурой мышечной системы своей так и тем кто уже давно в спорте но в принципе считающим есть еще куда развиваться ну и очень будет полезен семинар тем кто подписан на мои тренировочные курсы о которых было рассказано ранее все о чем я только что сказал частично самое важное находится находится в углу в подсказках к этому видео ну и основным массивом полным списком виде ссылок находится внизу в описании под этим видео а с вами был паську александр и канал правильный бодибилдинг до новых встреч пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok